Ребятки, всем привет! С вами я Ксюша. Здесь такое дело. Моя мама увидела то, что в столике у меня творится полный беспорядок и сказала, Ксюша, если ты не уберешься, то я выкину все, что там лежит. Эльвира подтвердит. Я съездила в магазин и прикупила новых контейнеров, которые сейчас вам покажу. Как видите, я прям все вытащила из своего столика. Сегодня буду вместе с вами туда все раскладывать. Поэтому погнали! Ребят, нам Эля не дает снимать. Она и гремит, и гремит прям всеми вещами, да, Эля? В общем, сейчас мы будем раскладывать вещи в верхние ящички. Начнем, наверное, с этого. Сюда я хочу положить косметику. Я купила, кстати, новые ящички, которых хочу положить и на сюда. Вот такие классные новые стаканчики я купила. Они вот так соединяются. Эти я уже соединила. Покупала это все я в Леруа Мерлен. Вот так они прикольно скрепляются. Что-то были они совсем недорогие. Вот точно такие же чуть побольше. Они тоже так скрепляются. Так. Их я хочу посадить в один ящичек. Специально осмотрела по размерам, чтобы они вошли. Вот так. И еще один. Так, цепляем. Все удобно, легко. Если даже у вас супер большой шкаф, можно взять таких кучу и сделать очень длинную полочку с такими ящичками. Так. Их я кладу в центральный ящичек. Вот таким образом. И эти маленькие скрепляю с большими. И почти готово. Смотрите, как классно получилось. Таких три длинных ящичка и четыре маленьких. Давайте вместе раскладывать косметику. Я сюда положу, ну вот в последнюю вот эту вот ячеечку, положу свои тени. Яркие, натуральные и вот такие блестящие, мои любимые. Дальше в эту ячеечку я положу контуринг. Вот такой у меня классный, с хайлайтера. Положу сюда консилеры цветные. И также положу глиттерные тени. Очень классно смотрится. Эльвира, будь здорова. Зайчка. Ой, господи. Дальше в нижний ящичек, ну вот в этот длинный, я положу вот такую мою пудру. Она у меня уже довольно давно. Мой старый хайлайтер. Положу новую пудру, которая уже заканчивается. Так, и положу мой тональный крем и манин. Вот, идеально. Готово. И дальше остались вот такие маленькие ящички. Сюда я хочу положить мой любимый блеск. Вот его просто обожаю. Он пахнет мандаринкой. В следующий я положу вот такие маленькие помадки. Они прям бросятся сюда. Также в этот ящик хочу положить вот такие блестящие помадки. Это с малинкой, это с кокосом. И сюда я положу вот такую кисточку для пудры. Вот так у меня классно получилось. Ящик просто обалденный. А сюда, вообще даже когда у меня еще был беспорядок в этом шкафу, я сюда клала крем для снятия макияжа. Клала сюда салфеточки и конфетки, которые мне подарили на 8 марта. Вот крем для снятия макияжа. Кладем его вот так. Дальше вот наши конфетки. Они уже заканчиваются. Они в сахарной пудре. Видите, как хорошо они влезают? Вот прям идеально. И сюда еще идут вот такие салфеточки. Готово. Смотрите, прям идеально. Вот этот золотой, а этот черненький. Ставьте лайки, если вам понравился этот ящик. Мне очень понравилось. Давайте я сниму, наверное, и отмечу твой инстаграмчик в описании под этим видео. Ссылочка будет в описании. Обязательно подписывайтесь на этого маленького ежика, обезьянку и зайку. Так, ребят, второй ящичек. Сюда я положу вот такую вот классную штучку-разделитель, которую покупала в Вике. Кстати, ссылочка будет в описании. Покупала я его на видео. Обязательно посмотрите. Так, он сюда идеально входит. В верхний отдел я положу свои кисточки для контуринга, для тонального крема и для теней. Дальше я положу во второй карандаш для бровей, тушь и для стрелочек. И также положу сюда свои румяна от NYX. В третье отделение я положу фиксатор для лица. После макияжа также положу свой бальзамчик с персиком. Положу такую помадку и праймер. Можно уже как-то все развалить так красивенько. Вот, идеально. Я лучше это все поставлю вот так. Так, и в нижний ящичек у меня в это маленькое отделение идет вот эта помадка с кельметом, с полбиром. Или с тортиком, я уже забыла. В чуть-чуть побольше отделение пойдут остальные помадки с кофем. Вот такие две помадки с подружки, с цветом. Потом помадка с литвали, карандаш для губ и скраб для губ. Вот так у меня получилось. Мне очень нравится. Две полочки уже готовы. Ребята, еще одна новинка купила сегодня в Leroy Merlin. Вот такие прикольные подставочки. Сюда можно ставить, как и косметику, так же можно ставить лаки для ногтей. Илечка, посиди немножечко. Так, их я поставлю вот таким образом. Их у меня такие три штучки. Такие прикольные. Вот так поставлю. И так же сюда купила вот такую баночку. Смотрю, как интересно. Для ватных палочек. Сейчас все вместе с вами разложим. Она будет стоять вот здесь. Вот ватные палочки, которые я положу сейчас в этот кейс, так можно сказать. Так, они должны лежать ровненько. Ну а что-то у меня пока не очень получается. Так, ватные палочки я уже положила. Мне кажется, получилось очень миленько, аккуратно. Ставим ее в уголочек, чтобы никто не уволок. Весной я буду брать много лаков для ногтей. Буду ставить их сюда. У меня есть немного лаков. Но вот один есть лак, который подходит для нее. Все остальные лаки у меня очень большие по размеру, поэтому не влезают. Скоро эта палочка, я вам вещаю, будет полна лаками. Так, ставлю ее сюда. Вот сюда я поставлю консилер. Сюда поставлю свою тушь. И сюда поставлю карандашик для губ и саму помадку. В следующий ряд я поставлю две помадки от NYX, такую нежно-розовую и малиновую. А сюда поставлю вот такую помадку, которую покупала в H&M, она с блестками. Ниже поставлю вот такую помаду, если не ошибаюсь, она с конфетками PES, клубника и ваниль. Также поставлю хайлайтер и вот такую помадку с манго. Идеально. Как-то пустоватенько у меня получается на этой полочке. Наверное, потом еще докуплю три таких же органайзера. Думаю, у меня будет очень много лаков и блесков для губ далее. И вот они будут вот так мельненько здесь стоять все вместе. И представьте, что они такие забитые разноцветными лаками. Круто! Еще одна обновочка. Три ящичка у меня уже заполнена. Пошел в дело четвертый. Я купила вот такие прикольные органайзеры. В этой полочке у меня были такие маленькие квадратненькие и вытянутые. А здесь такие большие, прикольные очень. Я их тоже покупала в Лерой Мерле. Они скрепляются между собой так же, как и прошлые. Их поставлю вот сюда. Наверное, вот так. Вот так они сюда миленько входят. А знаешь, что там будет лежать? Там будут лежать масочки для лица. Но не для тебя, Илечка. В верхнем отделении у меня будут лежать новые масочки, которые я еще не использовала. Такая масочка для ног. Вот такая масочка. Потом маска для рук. Очень прикольная. С мороженым клубничным. Со сладкой ватой. Потом с таким единорожкой. Сибирская зеленая руина. Остальные масочки буду класть сюда. Здесь такая маска с гранатом. Нам ее подарили на 8 марта. Galaxy маска с блестками. Маска-пленка для яйца. Ой, для яйца. Маска-пленка для лица. С яичным белком. Очень прикольная, кстати. Также у меня есть крем для лица. Есть вот такая масочка. Она черная. Можно сказать, это грязь. И вот такой специальный гель для лица. Он с ароматом манго. Очень прикольный. А вот здесь в нижнем отделении у меня будут лежать масочки, которые я уже использовала. Вот эти масочки. Любовь и Эта. Вот такая прикольная масочка. Японский рис. Будет лежать здесь. Потом маска с авокадо. Кстати, она очень была прикольная. Потом вот такие патчи. Тоже классные. Вот такая масочка, которая пузырится. И также Galaxy маска. Там еще осталась половинка. Пока что ее не использовала до конца. И сюда еще положила такой роллер для лица. Мне очень нравится. Дальше идет пятый шкафчик. Сюда я буду ставить вот такие прикольные ящички. Я уже заранее, не на видео, положила туда все, что мне надо. Потому что я посчитала, что это будет слишком долго. Там очень много всего мелкого. Например, в этом белом, ну или прозрачном, на таком ящичке, лежат мои сережки-кольца и резинки-пружинки, мои любимые. Дальше идет вот такой желтый ящичек. Здесь у меня лежат лаки для ногтей, которые не влезли. Вот такие блесточки и накладные ногти. Прикольненько. Тоже кладу их сюда. И вот такой синий ящичек. Здесь у меня лежат всякие праздные, можно так сказать, бусики, всякие вот сердечки, которые пересыпаются. Чокеры, браслетики, сережки и резиночки. И вот в оставшиеся места, которые у меня здесь остались, я положу вот такие вот прикольные ящички, которые я покупала в Икее, так же, как и вот эти. Здесь у меня лежат зеркальце. Наверное, попробуем поставить так. О, идеально влезло. И здесь у меня лежат вот такие салфеточки. И так же вот сюда я поставлю вот такую коробочку, где лежат мои любимые сережки. Эти люблю носить с летом, эти, наверное, в кино очень люблю носить. И такие прикольные сережечки в виде розочек. Вот они. Так, обалденно. Придем это все сюда. Готово. Пятый ящик готов. Ребят, что только у меня не лежало в этом столике. И маркеры, и косметика, в общем, все подряд, даже пуанты. Но я, в общем, определилась и решила то, что в этот ящичек положу блокноты. Их у меня, как видите, очень много. Это еще не все. Потому что некоторые я потеряла, некоторые закончились. В общем, вы понимаете. Это самый большой скетчбук. Так, вводим его сюда. Также положу потом такую тетрадочку. Кстати, вот эта тетрадочка очень интересная. Сейчас вам ее немножечко покажу. Здесь я решила показывать кино, на которое я ходила. Вот, например, Лео-2 я приклеила сюда афишу и пишу про кино. Вот, еще сходила на это. На это сходила вот мои билетики. И еще я взяла вот новые афишки, на которые я хочу сходить. Например, Остров Фантазии. Вот эти вот прикольные. Их еще не вклеила. Но буду это делать, наверное, на выходных. Билетики приклеить сюда. Вот, прикольно. На это пойду сегодня, кстати. Потом скажу вам, как он классный или нет. А расскажу вам в своем инстаграме. Ссылочка будет в описании. Так, вот вам новая идея для ваших личных дневников или блокнотиков. Так, его кладу сюда. Элечка так внимательно меня слушает. Зайечка моя сладкая грызет. Там конфетки. Ну, ее конфетки, разумеется. Так, дальше у меня ниндзя. У меня ниндзя. Здравствуйте, меня зовут ниндзя. У меня идет вот такой блокнотик с городом. Вот такой классный черный блокнот с балеринками. Там прям реально черные листы. Это очень круто. Кладем его сюда. Дальше идет вот такой блокнотик, которым я рисовала на видео. Все ссылочки в описании будут под видео. Как я рисовала, например, это пироженка котиков. Так, что я здесь еще рисовала? Это я рисовала не на видео. И еще вот такой пироженка, очень миленькая, я рисовала, когда у меня Маша ночевала в гостях. Так, ссылочка на это видео тоже будет обязательно в описании. Ребята, это было, когда у нас была пижамная вечеринка. Это было так весело. Обязательно смотрите это видео. Дальше у меня идут вот такие блокнотики. Вот такой клевый блокнот. Нам его тоже подарили на 8 марта. Просто с неразлинованными листами. Вот такими. Прикольно очень. Так, дальше идут мои личные дневники. Это личный дневник, а этот супер личный дневник. Дальше идет вот такой у меня скетчбук, которым я рисовала маркерами. Все ссылочки в описании под видео, где я рисовала в нем. Ребят, если вы хотите, чтобы я сделала обзор на свой скетчбук, я там уже довольно много нарисовала, то обязательно сделаю вам обзор, если вы поставите много лайков. И если комментарии будут открыты, ставьте плюсики. Ну или... Я знаю, я сделаю голосование в сообщениях, вы обязательно голосуйте. Снимать ли мне такое видео или нет? Также кладу вот такой ежедневничек с блестками. Они уже не перетекают. Прикольный блокнотик. И еще сюда я положу маленькие блокноты. Вот такой прикольный. И здесь у меня подписи... В общем, разно скажу. Подписи знаменитых людей, грубо говоря. И вот такие миленькие три блокнотика сюда тоже отправляются. Кстати, вот этот блокнотик мне подарила подруга Ришка. Привет! Так, войдем их все сюда. Вот так. И вот этот блокнотик тоже отправляются сюда. Готово! Так, это получается раз, два, три, четыре, пять. Уже шестая полочка. Готово! Ребята, а в этом ящичке будет довольно легко убираться. Так как мне сюда нужно положить только две позиции. Мои новые пуанты. Я их уже положила. И мой грим. Положила его в таком ящичке, который также покупала в Икее. Идеально. Я прибралась. Я молодец. В восьмой ящик я положу салфеточки. Они мне нужны для линз. У меня целых две упаковки. Розовые и беленькие. И также сюда положу вот такую коробочку. Там у меня лежат крема для рук. Вот такой. Вот такой очень прикольный щелкунчик. А мой любимый. Вот такой зеленым чаем. Он уже заканчивается. И вот такой очень классный. Я его тоже очень люблю. Также здесь лежат вот такие салфеточки. Щепчики для ног. Ой, для ног, для рук. Для ногтей. Потом расчесочки. Вот такие пинцетики. И пилочка вот такая. Восьмой ящичек готов. И остается девятый ящичек. И сюда я положу всего-то две коробочки. Вот такие наклейки. Кстати, мне пришли новые с ручками. Я уже вам говорила об этом. Видео, где я первый раз выгуливала Элечку на улице. Посмотрите, как у меня много наклейок. Кто хочет обзор на мои наклейки, обязательно ставьте лайки. Так, здесь очень много. И также сюда я положу свои чехлы на телефон, на AirPods и такую беспроводную зарядку от Моли. У меня есть такой желтый чехол. Обычно я сюда клею какие-нибудь наклеечки. Есть вот такой черный чехол. Приклеила сюда наклейку Билли Алиш и смайлики. Вот такой голубой чехольчик. Вот с такой держалочкой. Вот очень прикольно. Он так вставил телефончик в руку. Вот так. И удобненько держишь его. Также у меня есть вот такой чехол Хаки. Сюда приклеила такие наклейки. Думаю их отклеить, потому что он уже очень запачкался. Но пока что времени не могу найти. Также есть вот такой очень классный красный чехол. А вот с такой ручкой. Кстати, уже давно не обновляла себе чехольчики. Наверное, скоро это сделаю. Также есть прозрачный чехол с золотой рамочкой. С единорожкой и блестками, которые там переваливаются. И есть вот такой чехол Единорог. Он мягкий, силиконовый, очень прикольный. На данный момент на моем телефоне надеют такой чехол, который с лейпопом и шариками внутри. Он так звенит. Классно. На самом деле, я очень часто меняю чехлы, поэтому я их кладу в свой столик. Я здесь очень часто бываю. Но меняю одежду и меняю чехол на телефоне. Идеально. Поэтому кладу сюда и наклечки, которые я часто использую, и чехлы, которые я часто меняю. Так, отодвигаем его. И кладем. Так, положу это все, наверное, вот так. О, у меня прям идеально все влезло. Можно еще сюда что-нибудь положить. Но, ребята, мы еще кое-что не поставили. Я не поставила саму красоту, которая стоит на самом столе. Я то есть расставила только в ящичке. Здесь у меня стоит мист для тела. Вот такой у меня прикольный. Цитрусовый фреш, мой любимый. И пинаколада. Они стоят здесь. Также здесь у меня стоит манцелярная вода, которая уже заканчивается. Также есть ватные диски, которые тоже заканчиваются. Так, еще я купила новую мусорку для стола. Наверное, я думаю, его поставлю... Фу. Может быть, я поставить сюда лучше? Получается, мы сейчас задвинем. Вот так. И эту мусорочку, то есть я ватные диски иногда выкидываю, то есть стираю макияж и выкидываю все сюда. Например, я еще могу здесь рисовать, клеить на клеточки в свой личный дневник и выкидывать от них вот эту обложечку. Вот. Такая прикольная мусорочка. Прозрачная. Ставлю сюда. Также вот сюда я поставлю дезодорант. Так, вот так. И еще у меня есть новые свечки. Которые покупала в Икее. Вот такая основа коллекции. Мороженка и абрикос. То есть она сначала прогорает один, а потом другой. Очень прикольная. Обалденно. И вот такая свечка. Получается здесь яблочки и груша. Но больше напахнет яблочками. И вот заставку просто. Тупа, Ксюша и свечки. Может их поставить туда? Во, во, идеально. Ведь если я буду соблюдать чистоту и порядок, мне мама обязательно будет покупать что-нибудь новенькое. Итак, давайте еще раз посмотрим, что у меня получилось. В нижнем ящичке чисто. И в этом ящичке тоже чисто. Идеально. Чистенько. Тоже чистенько. Идеальненько все так стоит. И тут тоже идеально. Здесь стоят масочки. Так, здесь у меня чисто. Здесь у меня вот сто процентов прям чисто. Ну и здесь тоже сто процентов чисто. Такая красота. Ксюша, которая узнала, что мне ничего не обыкинуть. Итак, мы вместе с тобой убрались. Обязательно ставь лайк, пиши комментарий и пока. Субтитры сделал DimaTorzok